Однако не только вокруг Пашонского вертятся коррупционные схемы. Радикальная партия Олега Лешко тоже промышляет аферами с деньгами простых украинцев. Об этом заявляет народный депутат Сергей Каплин. По инициативе политик, политика было зарегистрировано постановление о создании контрольной комиссии, которая проверит, куда делись несколько миллиардов гривен, выделенные из бюджета черниговскому предприятию Пожмаш под контрольным у радикальной партии. По словам Каплина, концерн победил в тендере на закупку пожарных машин. Однако в глаза их до сих пор не видели. К слову, утверждает политик, в тендере предприятие победило не просто так, а благодаря бойкой торговле радикалами голосами в украинском парламенте. Все знают, что с первого дня, пребывая в парламенте, Лешко, будучи членом бюджетных комитетов, других жирных комитетов, где распределяются миллиарды, набивал себе карманы в разных фракциях, в разных партиях и, в конце концов, создал свою бандитскую коррупционную фракцию. Системной ежегодно такой фракцией была радикальная партия Олега Лешка. Взамен правительство, новые постмайдановские элиты, новая власть давала ему миллиардные заказы под контрольные им предприятия, концы которых находятся за рубежом в лавшорах. Туда уходят деньги, предназначенные для модернизации, в том числе пожарных машин и покупки новых пожарных машин для нашего государства. Напомню, в конце апреля НАБУ объявила подозрение Олегу Лешко. Только за последний год лидер радикалов совместно со своей гражданской женой приобрели недвижимость на 20 миллионов гривен. И это при том, что ни один из них не владеет бизнесом. К примеру, в начале года Олег Лешко купил дом площадью 550 квадратных метров. На вопрос, откуда у него такие деньги, глава радикальной партии заявил, взял кредит. Не жалеет средств нардеп и на отдых. По данным СМИ, Олег Лешко в мае отдыхал в Австрии и только на одни авиабилеты потратил около 100 тысяч гривен.